Доброе утро, дорогие любители дачи, сада и огорода! Мы продолжаем конкурс на самое интересное дачное достижение. И сегодня наша рубрика в гостях у Надежды Ивановны из Песчаных Ковалей. Доброе утро! Садом я занимаюсь лет 15. Вот именно оформлением сада. Раньше просто все сажали, овощи, как все люди. Норковки, капусту, картошечку. Потом уже как-то появилось желание украсить сад. Где-то там по телевизору видела что-то, где-то в книжках. В общем, пыталась и старалась узнать, как это сделать своими руками, чтобы не было слишком дорого. И вот сама начала потихонечку, постепенно травку посеяла, газончик появился. Здесь виноград, мы вот такие сделали опоры для него. И тут получается как бы такой навесик. Ну, виноград обычный такой, но ничего, он все равно тоже сладкий, хороший. Вот это бордюрчик, вот, да, это многолетние астры. Я их просто стригу, рядышком посадила все, и они так вот разрослись вот таким бордюрчиком. И, конечно, нужно стричь, чтобы вот так они выглядели. Это миндаль. Он очень красиво цветет ранней весной такими красными цветочками. Это горные сосна, это горохоплодник, вот, а это туи. В общем, здесь все хвойники. А это лента бордюрная, лента просто и насыпанная, гранитный камушек. Здесь, значит, форзиция кустарничек. Ну, я его тоже стригу, поэтому у него вот такая форма. Он очень красиво цветет весной. Оно, чем интересен этот он кустарничек, тем, что он цветет весной, сначала у него появляются цветочки. Многие, наверное, знают, видели, желтенькие цветочки на голеньких совершенно веточках. А уже листики, когда цветочки опадают, появляются листики. Вот таким образом я оформляю бочки для воды, чтобы они не были такими грубыми, страшненькими, ржавыми какими-то. И чтобы они вписывались в ландшафтный дизайн. Но, к сожалению, рисовать не умею. К большому сожалению. Поэтому просто это аппликация. Вырезаю из ткани и наклеиваю вот такие вот бабочки, листики и вот такие украшения в результате у меня. Вот старое коромысло мне тоже принесли, подарили. И я дала ему вторую жизнь. Он украшает вот мой сарай. Держит мои цветочки, ваза с цветами. В следующий раз мы продолжим прогулку по моему саду. Напоминаю, мои хорошие огородники и дачники, если вы построили, вырастили или сделали своими руками что-то удивительное, интересное и необыкновенное, и готовы этим поделиться, то пишите, звоните, посылайте свои фотографии к нам в редакцию. Ждем ваших звонков и писем. Удачи вам на даче! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!